Но прямо сейчас у Кирилла Косрова проходит розыгрыш на 5 миллионов монет, поэтому переходи по ссылочке в описании и лутай монеты. Всем привет, друзья, вам реально не показалось. В этом ролике я вам расскажу, как получить радиоактивного Кройфа всего за 110 тысяч монет. Ну или 100 тысяч, может, как повезет. По классике, 5 звезд на финтах, 5 на слабой ноге. Шикарная физуха, отличный дриблинг, скорость 93, удары 99. Может сыграть на форварде ЦАПе, ЛФА, ЦФД. Я уже успел за него сыграть 27 игр, но не за самую его лучшую версию. Почему вы спросите? Потому что это Цезарь Фернандо Сильвамелло Кесинья. Да, я вас тут немножечко обвел вокруг пальца, но а как еще это назвать, эту карточку? Если у нее вот такие вот скиллы, просто посмотрите на это чудо света. Это хлеще, чем зубастик Роналду. Ну, грубо говоря, вот сравнить Кесинью и Кройфа и различий реально мало. Есть только в модельке. Игровые стили, шведа, техничность, изящество, первое касание, пассы, длинный пасс тоже есть. Точнее, разрезающий. Обманул опять. Но не торопитесь ставить дизлайки, потому что эта карточка всего за 110 тысяч монет. Почему? Потому что купил я его за 10 тысяч монет просто поснайпив на джойстике. Вот просто так взял. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Поснайпил. Буквально за минуту я его купил, дернул с рынка. Можете использовать какой-нибудь снайпер и так далее. Но, в принципе, получилось и так. После этого я кинул его в эволюцию Atomic Ace, типа радиоактивный ас или что-то такое. Не суть. 100 тысяч монет потратил. Вот такую карту получил. А, да, забыл. Еще до этого я его закинул в улучшение плюс 1. То есть он получил плюс 1. И после этого уже вот я сделал его таким. И мы не просто тут собрались. Не просто потому что я его развил и так далее. Ролик на этом может заканчивать. Нет. Мы сегодня его протестируем. Реально ли он играет на свои статы вот в такой команде. Тут есть мои ребята, с которыми я провожу большинство времени. Это Зидан, Рольфа, Салиба, Оливьяшин и Джеймс, да. И новые типы по типу кино, которые мне выпал, кстати, первый обладатель. Да. Кьюл, которого купил. Видич тоже, который был куплен. Хаби Алонсо из заданий. И Родриго также на улучшение. И кто хочет ролик, в котором будут только карточки развития. Я думаю, это очень сильно будет интересно. Я сделаю такой ролик. Если понравилась идея, влепи лайк, подпишись на канал. Кликни колокольчик. И ожидай новое видео уже, будучи моим подписчиком. Ну а вам всем приятного просмотра. Заваривайте чайку, приятного аппетита. Ну а мы погнали в первый матч. Но перед тем, как продолжить, я хочу вам порекомендовать лучшего продавца монет в СНГ. Кирилла Кострова. Лучший курс, быстрая доставка, а также гарантия от бана. Также говори ему промокод LEMURFVK, и тогда ты получишь хорошую скидку. Но если ты покупаешь где-то у другого человека монеты. И думаешь, что у него самый лучший курс. То обратись к Кириллу Кострову, и он тебе сделает курс еще ниже. И у тебя будет курс еще лучше. Также, если тебе нужно продать монеты, или купить подписку, купить любую игру. То тоже обращайся к Кириллу Кострову. Все для FIFA. И не только Кириллу Кострову. Ссылочка будет в описании. Не забываем про розыгрыш. Ну а мы продолжаем. Так, Родриго сразу с мячом. Чепудуки синие. Что сразу скажу, что карточка реально играет очень хорошо. Но последний матч в Squad Battles, как бы это не было глупо. Да, он у меня обосрался прям очень сильно. Очень знатно. Поэтому я не знаю, что от него сейчас ожидать. Да, но это угловой. Опа, опа, и туда его. Ну что, ребята? Что, ребята? Вы просто посмотрите. И это не Кройв. И это не Кройв. Гений, мать вашу. Просто посмотрите. Просто посмотрите, как он уходит от всех. Туда его. А вот это вот было обидно. Так, надо посмотреть еще на других игроков. Типа Видича. Видича. Так, Салиба. Ну, в тебе я уверен. Давай. Ай, сука, сам. Сам отобрал мяч. Видишь, из-под тебя ударили. Из-под тебя, брат. Ну, Драгба такой не прощает. Тем более, это, скорее всего, его новая карта. Мда, это имба. Ээ. Ээ. Да иди ты нахуй. Иди нахуй. Блин, вот Салиба прям Драгбо останавливает вообще налегке. А вот видишь, уже несколько моментов ему как бы уступил. Зизу. Ой, ну это слишком легко. Ооо, чел повалился. Ну, такое мы не прощаем. Блин, может у меня прицел сбился. Я не знаю. И синий не забивает. Кьюилл не забивает. Что-то уже как-то это. Будто бы тут не в игроках проблема уже. О, лунца. Хорошо. Туда его кинь. Запускай. Давай сюда. Убери его. Ну и в дальний. Хорош. Отлично. Кисинья. Я говорю вам, этот форвард даст фору любому кровь и любому издану и нагнет потом всех. Скорость есть, дриблинг есть, удар есть. Чего еще нужно? Я не знаю. Кстати, у Родригос 99 удар. Хотел сказать 199. Может он нормально пробьет? Ага. Хуй там. Все передачи прям на тоненького проходят между всех игроков. Видишь что-то сделал. На самом деле это уже неплохо. Опа, кин. Кисинья. Сразу мог хитриком заканчивать первый тайм. Ну ладно. И так неплохо. Я думаю вы уже поняли, что это за игрок. Какой он масти. Он у меня очень неплохо играл. Я даже за него забивал за 76 версию. Что тут говорить про G90? Ты всего 100 тысяч монет, ребят. 100 тысяч монет. Вы получаете карту наравне. Это не с тотцами. Это уже все. Это конечное. Это уже имба. Ну да, спасибо. Салиба. Не, это полная реклама салибы в этом ролике. Максимальная. Что он творит? Я в шоке. Вот такие синие, например, скинули. Видел? Видел? Может видели? Ну-ка догонит? Ну вряд ли, вряд ли. Что? Вы это видели, мать вашу? Вы это видели? Что он сотворил? Он догнал этот мяч вообще ниоткуда. Он отставал на 4 корпуса от игрока. 4, блин, корпуса. Тихо, тихо. Вот те, нате. Драгба навес. Гол. Точнее, навес драгба гол. Ну, короче, вы поняли. Какая разница? Какая это цепочка, если все-таки мы пропустили? Может, передачку за кисинью? А может, обратно на кисинью? А может, дарим за кисинью? И шведа пригодилась. 4-2. Покер от кисиньи. Причем, я на него не особо сильно играю. Он просто у меня центр-форвард. И как бы из-за этого, за счет этого он постоянно впереди. И он не засирает моменты. Имбище. Пошел нахуй. Салиба сам. В соло. Просто сам берет и отбирает. Я его не собрал, сочувствую. Хотя, на самом деле, я жалел, что я его собрал в какой-то момент. Но теперь уж точно не жалею. Ладно. Прощом. Прощом. Ой, видич, хорош. Но на самом деле, у него вообще отбора нет. Вот честное слово. Он вообще нулевой. У меня лично он не играет. Это красное, Рэш? Да, это красное. Ой, какой микродриблинг, ребят. Какой микродриблинг. Пента-тык. Это вам не кровь. Это вам не зубастик. Ну что это? Он с ноги на ногу перекладывает мяч, как просто профессионал. Переходим к следующему сопернику. Так, ну что, следующий соптер. Штеген. Куманум Тити Бальден. Ну, такой обычный состав. Не особо крутой. Но есть Виалли и Принц. Тем временем Кьюил. Накина. Ну что, ребят? Что, ребят? По горло уже галки синие. Ё-моё. Шесть мячей за две игры. Вот он. Получил свой апгрейд. Заслуженный. Всё. Кто бы это было, ребята? Ё-моё. Это уже мой косяк. Я не направил. Ё-моё. Прикиньте, бета залетела. Это всё. Это можно было премиум пушка. Хорошо сразу сдавать за такой гол. Опа-на. А вот это уже интересно. А это интересно. Кстати, проверим его скорость. Ребят. Ну, вы сами видите. Сами видите. На-те! Кисинья. Дубль. Шикардос. Я вот реально поражаюсь ему. Его вот этому дриблингу, что ли. Ну, реально. У него тракеты-то на это есть. Плюс. Я ещё раз говорю. У него моделька. Маленького пиздюка. Ой, ну это пиздец. Это не соп, это днище. Ну, серьёзно. Ну, просто капец. Я не знаю. Ну, Кисинья хитрик, да. Но я прожму паузу. Я не хочу с этим сопом играть. Это неинтересно. Ну, типа, реально. Он включил какой-то прессинг, наверное. У него там просто защита вся разваливается. Он её не держит. Вбрасывается. Ну, давай, Родриго, забей, пожалуйста. Не, ну, кроме Киси, не бить никто не может. Да ну, Родриго! Родриго, ну, это твой час. Удар 99. Блядь, где там удар 99? Э, во, видишь, видишь. Вот таким я тебя ждал. Сразу бы так. Кино тоже не видно. Вижу только Кисиньи, честное слово. На тебе с левой. Ну, с двух ног. Любой просто удар практически, ладно. Это гол. Это гол. Туда его. Да, да ну реально уже смешно. Родриго, удар 99. Что ты делаешь, дебил? 100 тысяч монет из-за тебя тоже отдавал. Ну, что-то ты вообще не играешь. Да, это не самый последний апгрейд. Ну, удар-то у него 99, уже выше не станет. Ему нужен удар, наверное, 199, чтобы он забил что-то. Но это уже реально не весело. Я уже на Кисиньи даже не играю столько, сколько на Родриго. А по итогу, что? Правильно, Родриго ничего не делает. А я пропускаю гол. Ну, классика, я бы сказал. Передача от Кисиньи. Передача на Кисиньи. Шат-дау! Просто видели силу. Видели силу. Он еще и добивает. Не-не-не. Так, если будешь катиться, ничего не добьешься. Кисиньи, блядь. Просто вот это удар 99. Просто любой удар. Просто прошивает. Он сквозь игроков бегает, прошивает. Ну вот, серьезно, ребят. Ну это уже не весело как-то. Это уже страшно. Туда. Ну вот что вот. И он убежит же, наверное, да? Он убежит. Убегает. Даже мяч неудобно шел. Он убежал. Блядь, зеленый тайп финишит мимо ворот. Вот это, сука, бесит. То, что даже в серый, наверное, он попал бы. А в зеленый он хуй. О, видишь, сейв головой. Э, фол. И это штрафной, кстати. Может быть, у него штрафные тоже неплохие. Мощность 79. Аккуратнее надо будет. Блин, может он покажет. Мне не видно мяча. Как у него специальный какой-то вид с разбега. Так не очень удобно. Попробуем. Чуть посильнее бы, е-мое. Ну, реально неудобно. Он закрывает весь мяч. Что я сделаю? Кисинья, 4 гола ожидаемых. 6 забито. Родриго, 3 гола почти ожидаемых. 0 забито. Погнали дальше. Опа, Кисинья. Ну вот что вот сделать с этим парнем? Что? Зеленый тайп финишинг даже не пробил. Блядь, просто посмотрите на это. Просто против любого соперника. Против любого. Все, я просто влюблен в эту карту теперь. 100 тысяч монет потратил. 100 тысяч монет. На Родриго я потратил те же 100 тысяч монет. Вы видели игру Родриго? Я же ничего тут такого не вырезаю. Я же ничего не стараюсь показать. Мне даже это не нужно. Это не в моих интересах. Просто я не понимаю, почему эта карта так жестко, круто играет. Я не пожарил ни капель. Я именно его кинул в эту эволюцию. Потому что там были другие варианты. Что-то по звездам мне не нравилось. Или еще как-то. Вот тут прям все идеально. Единственное, что у Кисини нету, наверное, прям круто. Это передачи. Но с помощью мотора они прям добавляются. Скорость немножечко догоняет, да? Чтоб побольше было. И триблинг. Вот это прям эмба. На, Родриго. Первый мяч Родриго. Шикарно. Просто дождались. Ой, Кисини. Ты уже тут. Блядь. Это как? Вы видели сами. Это просто невероятно. Просто невероятно. Он просто с места считает, что ты как-то ебнул и все. И это гол. И вот только кто-то вздумает сказать, что эта карточка не наравне Кройфа. Не, ну понятно, что у Кройфа своя моделька и так далее. Но а чем эта моделька уступает Кройфу? Я, честно, не вижу каких-то отличий невероятных. На тебе, нахуй, четвертый. Ребят с 16-го года играют. Мы взъебаем просто в сухую. Как будто я на новичке сел играть, реально. Ну и что могу сказать по составу? Лев Яшин идеален. Это игра, которая у меня в основе. Очень крутая карта. Риджеймс. Сам видели, видеть, что это уже не особо круто. Прям много провалов. Защите было и не добегал. Я не знаю, может ему дать какую-то другую интересную, вот, например, тень. Но все равно 60 тысяч монет, не знаю. Рольфа просто обалденная. Обалденная карточка. Хаби Алонс и Зидан. Мое почтение и тот, и тот просто идеально. Но Хаби Алонс, я не знаю, что у него по финтам. 4 плюс 4. Для бесплатной карты вообще замехись. Кьюэлл так толком ничего не смог показать. Бесполезная карточка. Ну и стоит 20 тысяч монет. Родриго. Его промахи. Все вспоминаем, думаю, но, опять же, почти все в реализации у него есть. Контроль мяча тоже есть. Игра Шведой. Неплохая карта. Тем более, она не до конца развита у меня. Сейчас уже можно его еще улучшить. И будет поинтереснее. Но все равно за 100 тысяч монет мы сами знаем, какая карта лучше. Ну и Кинд. Обычная карта. Вот 7 матчей за него сыграл 6 голевых гол. То есть вообще ничего выдающегося. Какая-то просто проходная карта. Ну что касаемо нашего Кройфа Зубастика Кисиньи. Для людей, которые делают там 16-18 побед, я думаю, эта карточка реально усилит состав. Типа это реально круче, чем у Сэбио. Это реально круче, чем всякие Жорзиньи там. Это реально имба. 5 плюс 5 за 100 тысяч монет, ребят. За 100 тысяч монет. Любой просто новичок в этой игре может просто вот так вот наквикать тут пару игроков. Ну не за 0, естественно. Но наквикселить просто игроков того же вот Кепу. Грубо говоря, 10 паков открыли. Поменяли их на вот этого вот просто гения футбола. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте про то, что если тут наставите много лайков, тогда я соберу состав из 11 игроков эволюции. Ну а с вами был Илья Мурфука, всем удачи, всем пока.